Как известно, один из героев Жуля Верна предлагал свой метод освоения космического пространства построить лифт высотой в сотни километров. В столице Сибири сегодня обсуждали состояние обычных подъемников, тех, что установлены в подъездах. Технадзор выявил нарушение при эксплуатации лифтов почти в 60 домах. Николай Сальников о том, как не оказаться в подвешенном состоянии в замкнутом пространстве. Лифтовое хозяйство Новотибирской области – одно из лучших в России. Серьезных аварий удалось избежать благодаря своевременному ремонту и обновлению. В регионе более 12 тысяч подъемных механизмов. Треть из них в последние годы заменили по программе модернизации. Принято решение, что те лифты, которые нуждаются в замене, в модернизации, сейчас массово включены в региональную программу капитального ремонта, которая принята и действует на территории Новосибирской области. Небольшая цифра. В 2016 году мы планируем провести модернизацию 285 лифтов. А вот в других регионах не все так радужно. В последнее время сразу несколько трагедий по стране. Падали кабины лифтов, отрывалось дно. В итоге в Новосибирской области провели массовую проверку лифтового хозяйства. Нарушения при эксплуатации лифтов были выявлены прокурорами в большинстве районов города Новосибирска, за исключением Кировского и Калининского, и в городах Бердске, Аби и в Красноозерском районе. Такие нарушения вскрыты в 58 многоквартирных домах, одном медицинском учреждении и одном торговом центре. Стоимость одного лифта примерно полтора миллиона рублей. Срок эксплуатации устройства – 25 лет. Дальше – ремонт или замена. При этом непрезентабельный вид устройства вовсе не говорит о его неисправности. Старый лифт – это не значит, что он опасен. То есть кабина может быть в плохом состоянии, у нас, к сожалению, народ с ними делает все, что захочет, и там делает все, что захочет. Это не значит, что не работают приборы безопасности. Запрет на эксплуатацию подъемного механизма для нашего региона вердикт очень редкий. В результате последней прокурорской проверки было всего три подобных случая. Николай Сальников, Алексей Зубила, Новости ОТС.